И всем привет, меня зовут Биг Бро, и сейчас я покажу вам, как работают скрипты в Angry Neighbor. А ещё, мы пройдём с вами игру без соседа, то есть он нам никак не будет мешать. Итак, для начала нам надо взять наш ключ, так, сюда, тонарь покатился. Если кто помнит, то раньше версии 2.6 и более ранних версиях, то есть 2.5, 2.4, 2.2, Чтобы пропали доски с дома соседа, нужно было открыть наш дом и встать вот где-то вот здесь. Тогда доски с дома соседа пропадали, и игра начиналась. То теперь, чтобы пропали доски с дома соседа, нужно поспать. Сейчас мы это, естественно, делать не будем, я просто хотел показать, как работает сейчас данный скрипт в игре. А сейчас мы будем проходить игру без соседа, то есть в таком виде. Вот-вот-вот-вот в таком виде. Сейчас сосед, по идее, находится где-то у себя дома, где-то там ходит на месте. И суть в том, что разработчик убрал невидимую стену в доме соседа. То есть теперь больше нет ограничений в действиях. Это как раз очень хорошо для нас. И мы будем проходить игру в таком виде. То есть сосед нас больше не будет трогать. Для этого нам нужно подняться по канату, чем я, собственно, сейчас и занимаюсь. Так, сюда вот так запрыгнуть. И после чего нам нужно спрыгнуть вот на эту дощечку. Спрыгиваем. И разбиваем окно коробкой. Теперь, после чего, заходим в дом соседа. Вот. Вот если кто помнит, то здесь раньше была невидимая стена, которая нам мешала. Теперь она нам не мешает. А вот и наш сосед. Теперь у нас, теперь он ходит на одном месте. И больше никак нам не помешает. Что, собственно, очень хорошо. Правда, тут, конечно, еще есть некоторые невидимые стены. Которые находятся вокруг него. Но это нам никак не помешает пройти игру. Мы заходим в спальню соседа. Берем. Берем ключ. И идем открывать комнату с молотом. Заранее. Так. Открываем. И еще, я точно не помню, но с какого-то ракурса сосед нас может поймать. То есть, с какого-то ракурса невидимая стена отсутствует. И он может нас поймать, если мы подойдем слишком близко. Вот так. Так. Теперь активируем кнопку. И будем доставать золотой ключ. Но прежде всего, я бы хотел разбить доски ломом. Так. Откроется ли интересный гараж? А гараж у нас открывается. И мы спокойно можем вот так заходить. Если сосед нас в следующий раз поймает. Ну, я, конечно, демонстрировать не буду. Но, мало ли, я как-то под неудачным углом встану. И он меня поймает. Так. Так. Сносим доски. И идем за желтым ключом. Но прежде всего, я хочу проверить. Нет. Невидимая стена тут стоит. Ну, да ладно. Нас это не должно волновать. Беру одну коробку. И идем за золотым ключом. Ай, нужно две. Я забыл. Что вторую коробку я израсходовал. А, да, вот она. Думаю, что я ее... Она у меня внутри осталась. Так. Запрыгиваем. Сюда. Сюда. Здесь, как мы видим, никаких невидимых стен нету. Как это было раньше. Ну, очень хорошо. Не знаю, разработчик сделал ли это специально. Или просто такую допустил ошибку. Так. Берем. Золотой ключ. И идем открывать подвал. Открываем подвал. У нас не кирпичная стена. Но прежде всего, я хочу проверить, как сосед реагирует на разбитые окна. Он это, кажется, не услышал. А если здесь? Нет. Совершенно никак. То есть, он нас не слышит. Но в каком-то положении он точно нас должен как-нибудь заметить. Так, только вот в каком? Ладно, не важно. Нам надо пройти игру. Разбиваем стенку. И все. Игра пройдена. Была пройдена без соседа. Который не смотрел телевизор. Не спал. И вообще не ходил по дому. Игра была пройдена. Без него. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok